Заработали астму, бронхит и аллергию, потому что дышим цементной пылью, жалуются жители Житысуского района в Алматы. 8 месяцев назад мы рассказывали в эфире о заводе по производству бетона, который находится в 20 метрах от частного сектора. Тогда ставили вопрос о закрытии вредного для здоровья людей предприятия, либо его переносе в другое место. Но, как оказалось, сегодня владельцы завода не намерены переезжать, а наоборот будут расширяться. О нежеланном соседстве расскажет Анастасия Валикжанина. Я специально вытирала в субботу окно и полила водой. Специально для экологов оставила, не стала убирать, чтобы они убедились, что это цемент. Жизнь Ирины Лезиной стала просто невыносимой еще 8 лет назад. От белой пыли, которая ежедневно оседает на ее участке, у женщины постоянная аллергия. Все из-за того, что ее дом находится по соседству с бетонным заводом. Но не только Ирина страдает от заводского дыма и цементного налета. Около тысячи жителей Житесуського района живут в таких ужасных условиях. Многие из них стали страдать бронхитом, а у кого-то выявили даже рак кожи. Предприятие построили в 2009 году на территории санитарно-защитной зоны. Когда возводили элеватор, вырубили все деревья. Но главная причина – близость его к частному сектору. Цемент относится к опасным производствам и должен иметь класс опасности. Вот они имеют третий класс опасности и должны находиться 300-500 метров от жилых домов. А они находятся на территории без санитарно-защитной зоны. Ну, то есть вот напрямую нас разделяет только дорога в 20 метрах. СЭС дали такой ответ, что на основании проекта они могут минимизировать санитарно-защитную зону и сделать ее вместо 300 метров 22, как по последнему проекту. Ну, извините, почему кто-то должен за наше имущество решать? В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы рассказали, что сейчас новые требования. Теперь нет конкретных размеров санитарно-защитной зоны, которая устанавливается вокруг влияющих на здоровье человека производств. Согласно нормам действующего законодательства, предприятие должно разработать проектную документацию. Завод по производству бетона это сделал. Они рассчитали санитарно-защитную зону и сдали нам на экспертизу. Она может быть и 20 метров, и 30 метров. Все индивидуально. Также в районе завода мы неоднократно делали замеры. Никаких нарушений не было выявлено. Но жители говорят, завод приостанавливает работу, когда приезжает эпидемиологическая служба. Поэтому объективно зафиксировать шум или выброс токсичных веществ не удается. Тем временем департамент экологии неоднократно выписывает заводу штрафы. В марте этого года ведомство зафиксировало ряд нарушений, после чего Управление зеленой экономики города подало иск на предприятие в суд. На территории завода были определены новые стационарные источники загрязняющих веществ. Ранее предприятию выдавали разрешение на эмиссию в окружающую среду. Оно дает право заводу работать. Мы подали иск в суд, чтобы полностью аннулировали выданное заключение. Если суд одобрит его, то завод должен приостановить свой вид деятельности. Слушание по этому делу назначено на 19 мая. Но жители района опасаются, что это опять не решит их проблему. Иначе как понять планы завода по расширению производства при нынешней ситуации? Руководство предприятия положило глаз на пустующую территорию бывшего кирпичного завода. Поговаривают, что Акимат хочет продать ее с торгов. И потенциальным покупателем называют тот же бетонный завод.